Всем еще раз, с вами друг, и мы начинаем трансляцию ответного матча между командами Ниндзи в пижамах и коллективом Альянс. Как видите, напикали уже Шадоу Финдавина, Мансера, Огрмага и Клокверка. Ниндзи в пижамах хорошенько укомплектовались, много жира, много всяких раскастов, ну и по-прежнему на массуху рассчитывают хорошенько. Это Веник, это Шадоу Финд, и команда Альянс забирает себе Лешрака, но это будет... Нет, это будет не Лешрак Саппорт, это будет Лешрак Мидлейн. Найт Сталкер, скорее всего, отправится в сложную линию, Даззл Туск будут саппортить, и Антимаг будет в роли Керри у команды Альянс. А что там у Ниндзей в роли Керри? То ли Эра будет на Веномансере, то ли еще нужен будет один Керри-герой. Ну, скорее всего, Альянсы думают, например, что будут еще добирать себе Керри-героя. Очень странно, я бы так не думал. Алхимик в бане? Нет, Алхимик не в бане. Может, сейчас реально возьмут Алхимика, игроки команды Ниндзи в пижамах. Это быстренько Аганим Веномансеру соберут, без траты времени, и всю эту комбинацию команды Альянс развалят. Если Веник пойдет у нас фармить, а Эра может фармить на Веник, если Эра на Лешраке фармит, то и на Веномансере фармить. Не проблема. Алхимист! Иди сюда вообще, Алхимик в пике команды Ниндзи в пижамах. Ох, как же он читает игру. Эра забирает себе Алхимика, вот так будет. Хэнскин все-таки будет саппортить, но Алхимик будет в пике команды Ниндзи в пижамах. Немножко я тут не подрасчитал, хотя сейчас возьмут, да и свапнутся вообще. Это не проблема совершенно. Йодзом Фант забирает себе Клокверка, Эра берет Алхимика, Хэнскин будет на Веномансере, Лимб, Шадоу Финт и... Кто ж там еще один герой, я забыл имя его, ладно, пофиг. Идем дальше по Альянсам. Майнац будет на Тузке, Акки будет брать себе Дазла, Адмирал Бульдог, сложная линия Найт Сталкер, Лода фармит на Атимаге. Или Шрак, это С4, Огрмак, кто ты? Йонас Умфан, Хэнскин. Кто ж там саппортит-то еще? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Силкит, Силкит, конечно же. Все, разобрали своих героев, жду. Вот Алхимика инфы. Нет, Эра. Эра это Алхимик. Хэнскин будет на Венике саппортить. Я думал, возьмут Алхимика саппорта, чтобы тот втарил Венику Аганима. Возможно, так и будет. Почему бы, например, не саппорту, а керри Алхимику взять, да и не потратиться на Веника, если это принесет пользу всей команде? Наверное, проблемы в этом нет. Нет, если будет хороший перефарм у команды НИП, а к этому все располагает, Алхимик фармит, мягко говоря, очень здорово. Может, примерно такая ситуация и получится. Ну и пока беготня по всем своим позициям. Команда Альянс, они уже в роли отстающих. Первую игру НИПы просто пообежали их хорошенько. И в этой игре тоже НИПы, я думаю, что-то да придумают. Давно не было Алхимика в роли керри. Такого, чтобы настоящего керри героя от хорошо фармящих игроков. А посмотрите еще на тонкоту троллинга. Так тонко, что аж толстый Алхимик в составе команды Ниндзи в пижамах. Снаряжение полностью от команды Альянс. В фирменном снаряжении команды Альянс. Каждая деталь промаркирована. И этими же деталями сейчас будет по голове команду Альянс и бить. Коллектив Ниндзи в пижамах. Ох уж эти шведы, попробуй их пойми. Как я понимаю, две баунти руны забрали игроки команды НИП. Нет, ничего подобного. СФО забрал руну одну баунти, Эра забрал вторую. Но не будем забывать, сколько Алхимику дают за первую баунти руну. Вы в курсе, дают 400 голды за первую баунти руну. Отсюда и вот этот чудовищный перефарм. Эра уже покупает себе боту и тарабанит сюда, пока стоит, фармит пачечки крипов. Ну и здесь Адмирал Бульдог. Я не проследил этот момент, как это получилось, кто это сделал, как это было возможно, почему крипы здесь. Что-то произошло, а кто заблочил, чем заблочили, как? Ладно, не важно. Так, одну минуту сыграли. Пока что без видимых каких-то файтов. Мидлейн, СФО на лишь ракет 4 на 2, у лимпа 6 на 1. Лимп хорошо себя чувствует и не очень хорошо тут стоять будет. СФО, Lightning Storm порезали. То есть харасс-то будет сам по себе, но он должен быть более точным, более выверенным. Таким, чтобы наверняка. А так, в целом, не все просто. Рэндж отскока Lightning Storm не такой большой. Теперь дэмэдж тоже не такой. Да и, в принципе, на этом и базировался весь лишь рак периода интернешнала. Теперь лишь рак немного изменился. Лоу-хпшный там Йонасом Фан на сложной линии. На пенале его вынуждили Йонасом Фана свалить отсюда. Адмирал Бульдог выбегает, Силкит. Один удар по горбу, Силкит, кстати, нифига вообще еще не качал. Файтов не было, причины качать тоже не было. Ну и в итоге Силкит до сих пор без вкачанного чего угодно. В плюсы он, к счастью, не пошел. Никаких мискликов здесь быть не может. Видимо, до первого замеса. Алхимик Батлу туда-сюда гоняет на Курьере. Где Батла Алхимика? Не вижу. В Курьере ее нет. Что это вообще значит? А где Батл? Что произошло-то? Я не понимаю. Вот он, Батл. Вот он, Батл Эрры летает СФу. Алхимик купил Батлу для своего Мидлейнера. Ну, наверное, и себе будет юзать, но такая общая бутылка. Покупает один, пьют все. Нормально. Прямо мои классические тусы с друзьями. У Эрры 14 на 4. Против него Адмирал Бульдог 4 на 1. Плохо дела уйдут у Адмирала Бульдога. Огрмак по-прежнему ничего не качает. Силки просто игнорирует с пылы. Это не мое, говорит. Не хочу. Гривил с Грит у Алхимиков промакшен на 3-м левеле. Хэнскин цепляет Адмирала Бульдога. Ну и Адмирал Бульдог не должен здесь уходить. Игнайт плюс еще и Гелем в спину Адмирал Бульдогу плюнули. Ну и Бульдог отваливается. Это первый фраг для команды Ниди в пижамах. Начало более чем многообещающее. Нипы чувствуют себя хорошо. Плюс Алхимик фармит. Ему никто не мешает. Через Гривил с Грит это делается легко. Эра держит ровненько лайн. Эра профессор в вопросах фарма. Лайн никуда не двигается. Близко подойти Нид Сталкер не может. Подпушить или наоборот. Сделать так, чтобы соперник подпушил. Ну и Эра просто держит линию под контролем. Меньше половины ХП у своих крипов добивает. Так легче контролить. Бей вот этого крипа. Бей. Не бей своего. Бей чужого. Они сейчас под тавром будут. Чувак, что ты делаешь? Ладно, ладно. Еще я Эру не получал фармить. Это вообще смешно просто. СФ от команды Нидзи в пижамах перемещается в лес. Лимб вместе с чужим батлом от Эры выфармливает все эти споты. Ну и тут дабл или трипл спот уже себе забирает. Ну и по фарму, по идее, команда Нидзи скоро оторвется очень плотно. Успеет добить Эра, не успеет. Не успевает Эра добить. Адмирал Бульдог Экспирианс получил, но денег ему не окапнуло. Хэнскин вместе с Силкидом пока тоже в принципе не бомжует. Огрмак третьего левела. Хэнскин тоже третий, почти четвертый клок в это время. Отъезжает от команды Альянс. Лода вместе с Аки, вместе с Майнацем. Забирает этот фраг и кому он достался, кстати, кому он достался? Аки, Лода, 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 Лода. А кто вообще? Поделили между всеми, значит. Туск получает 217 золота. Да, Туск 1-0-0. Майнац забирает этот фраг. Силкида будут ловить. СФО попадает в итоге с плитесом. Включил диаболики. Нет, не диаболики. Пульс ногу диаболики СФО не качал. И размазал Огрмага. Лоу хпшный Адмирал Бульдог. Успеет уйти? Не успеет. Вроде успевает. Успевает, не дойти-кает. Здесь Гелен уже под фонтаном. Еле-еле ушел. Адмирал Бульдог сейчас бы приехал. Это был бы дикий, дико неприятный размен. Для команды Альянс. Эра покупает себе тапок. У него 1100 голды еще и с собой. Не верю, что это все, что купил Эра. Батла наконец-то к нему приходит. Как дела у СФа? СФ тоже с Батлой Эры. Эра. Ну что это такое? Он всем покупает бутылки. Алхимик тут просто затаривает всю команду. Поэтому не удивляйтесь, если Керри Герой Алхимик умудрится еще и Аганим прикупить для Виномансера. А он нужен. Хенскин не фармит. Но у Хенскина, мне кажется, Аганим будет. Это чудесное решение. 6.84 обновы. Скорее всего, Алхимик тут будет для всех. Я думаю, что и не лишним было бы купить тот же Хенд оф Мидас. Почему бы и не от леса быстренько кушать? Эсфу отправляется в собственный лес спот. Ну такая полупассивная игра, в которой хорошие шансы у обеих команд. Но если Алхимик затарит всю команду, вы понимаете, да, что одним антимагом не вывести. Одним лишраком тоже. Хенскин приходит здесь на топ-линию. Непонятно зачем. Лучше по-хорошему пути. Отсюда он просто линию толкает. А для чего, не понимаю. Психанул, что ли? Нормально же общались. Эра очень здорово фармил. У него деньги рекой текут. Посмотрите, на Эру. 3.600. Без артефактов стоит. Пацан фармит. Покупает себе Power Threads. Эра. 7-й левел у него. 2-го левела есть. Прей 3-го. Грива с Грид. 1-го. Стан. И Кемикл Рейдж тоже прокачан. Ну, Эра еще поднимает 400 голды здесь. За эти пачки. Ну, и решила подпушить команда Ниндзи в пижамах. Уходят на тавр. Кучу плаг вардов. Адмирал Бульдог оттягивает на себя крипов. Будут танковать. Алхимик может танковать. В принципе, под Кемикл Рейдж это не проблема. Машинка стоит. Варды есть. Силки получил по голове. Еще одна пачка крипов далековато, честно говоря. Ну, машинку в итоге придется отдать. Ну, и плаг вардами пол тавра подпушили. Адмирал Бульдог здесь хоть как-то подфармил. 11 на 2 счет у него. 8 минут сыграли. По голде. Альянсы впереди. Как такое может быть? 7500 по экспириенсу. Альянсы тоже впереди. Пока Алхимик фармит, остальные, в принципе, в составе команды Ниндзи в пижамах, ну, в терпешке находятся. Так, С4 приходит. Цепляет силки. Не достает здесь сплитосом. В итоге, Лешрак. Хэнски на позиции. На позиции Лимб. Баклер у него есть. Поэтому массовая драка может быть. Батла есть. И у Эры. И у Лимба. Лимб. Еще и подхиливает всех. Баклер есть. Юзай его. Пора. Лимб. Чим отчасть. Юзай. Юзай Баклер. Провязал Баклер. Разваливает тавер. Эра забирает. Еще и тавер себе. Ну, денег у Эры, хоть, я не знаю, хоть хвостом жуй. Альянсы вроде выигрывают по голде, но это все до поры до времени. Сейчас темп наберет Эра. И будет дико больно. Ну и вот смотрите, сколько денег Эра сейчас поимеет. Вот у него 1700 на данный момент. Пошел толпу выносить. Уже 1800. Тут Эсид Спрей продолжает быть. Эра может себе позволить фармить. Тут даже, кстати, крипы. Можно сказать, что лишние на самом деле. Потому что где-то тут по фарму Эра может не доработать немного. С другой стороны, целую пачку крипов сейчас потратили на нейтралов. И команда Альянс каких-то копеечек да не досчитается. Эра ждет следующий Эсид Спрей и будет сюда врываться. Хэнскин близко. Адмирала Бульдога могут ловить. Адмирал Бульдог получает у нас от тварей своих Адмирал Бульдог сразу бежать. Прилетел стан в Адмирала Бульдога. Никуда отсюда не уйти. По Эсид Спреяму очень плотно подбивают Адмирала Бульдога. Он еще и на замедлении. И Клокверк в итоге забирает Найт Сталкера. Какой хитрожопый Клокверк. И он сам фан. Просто ракетой развалил у нас оффлейнера команды Альянс. В это время на мидлейне тут лишь рак. Решил побыковать. Эра фармит. Эре пофиг. У Эры 2500 уже на руках. Он продолжает фармить. 5300. При том, что тут на вообще халяве антимаг. Плюс киллы, ассисты были у антимага. И при этом Лода не дофармливает. И это факт. Не дофармливает до уровня Алхимика. Хотя сам по себе Лода идет очень даже плотно. У него ГПМ 450 на 10 минуте. Голый антимаг 450 ГПМ. Классно. Все классно. За 10 минут 75 крипов. Тоже очень хорошо. Но Алхимика дела чуть-чуть получше, если не ошибаюсь. Нет. 73 у Алхимика. У него просто больше денег за крипов. Ну и СФ там умер на центральной линии. Забрали его. Забрал его Лешраку ТСФУ. 11 минут. Графики в ноль. Экспириенс в пользу команды Альянс. Давайте смотреть вещички. Клокверк. Его не спонсировал Алхимик. Клокверк сам по себе. Брейсер есть. Транквилл Буц есть. Лимб. С батлой от Алхимика. Хедресс имеется. Баклер имеется. Аквила ПТ. И остается 400 голды до покупки. Мекки. Огрмак. Ничего. Хэндскин. Урнов Шадоус приобрел себе. Бутсов Спид. Мэджик. Вонт. Алхимик. 3. 200. Эра будет тарить. Эра будет тарить Родианс. Как я понимаю. У Эры и так все прекрасно с фармом. Ну тут наверное ГПМ будет. Если все хорошо. Если команда не будет выигрывать. И все у них будет ровно. Я думаю что мы чудовищно крутой ГПМ сможем увидеть от Эры. Он конечно не для себя старается. Для Тима. Тут много денег втарил. На ранних этапах. Вы понимаете что такое 700 голды подарить. До десятой минуты просто своим тиммейтам. Но оно все окупится. Оно все окупится. Потому что СФ вывезет достаточно раннюю Мекку. Она уже у него сейчас будет. Один Койл дарит ему Мекку. И Мека уже полетела к лимпу. Ну и выходит СФО на центральную линию. Йонусом Фан умудрился избежать. Дэмэджи СФО лохэпэшный. Ловит стан от силки. Да еще один удар по СФО. СФО в таверну. Хэнскин отпивается. Закрывает себя плагвардами. Адмирал Бульдог бежал бы ты отсюда. Адмирал. Ну и Адмирал Бульдог по идее сваливает. Дота сделай все как было. Верни все как было. 2 в 0 дерется команда Ниндзи в пижамах. 830 голды. 1-4-8-8 по экспириенсу. Ну и лимп с меккой. Еще и на тавер можно выходить смело. Аки тут ничего не сделает. Адмирал Бульдог тоже без артефактов. У него только Пауэр Трэдс, Стаут Шилд. Ну мелочь конечно у Найт Сталкера по артефактам. Пятое место по Нетворсу с чудовищным отставанием от ближайшего игрока, который его опережает от СФО. Целые 2000 проигрывает Адмирал Бульдог. Ну и Эра на алхимике. Покупает себе Сакрид Релик. Ожидаем Радиант в скором времени. А там уже и Аганимы должны капнуть Венику. Должны. Веник нужен здесь по сути будет ради поезда новый. И это совсем неплохое решение. 4200 потратить на то, чтобы вся команда склеивалась в момент. Я думаю, что алхимик сделает это. Эра вообще меценат от бога. Ну и замес на топ-линии. Юнусом Фана бьют. Эра провязал стан. СФО ловят. Асид Спрей у Эры есть. Врывается Юнусом Фан у нас в СФО. И СФО догорит. Сноубол спрятали в итоге СФО. СФО ловил хпшный. СФО валит. Хэнскин. Провязал ульту. Как же больно Адмиралу Бульдогу Майнацу. Всем-всем-всем. Александр Александрович Милн. СФО и все-все-все. По аналогии с Винни-Пухом. Тысячу голды. Нипы поднимают. 200 экспириенс. Антимаг в это время фармит на Баттлфьюри. 14 минута. Очень близко Баттлфьюри. Тут 20 копеек остается. Тавр заберут Баттлфьюри. Будет у антимага. К тому моменту, ну, критическое количество голды уже у Алхимика. Чудовищно много. Радианс у него имеется. Есть у Алхимика 10 левел. При 11 его фиг убьешь. При том, что Мека есть в составе команды Ниндзи в пижамах. Мне Нипы намного больше, чем Альянс нравится. Вот. Невероятно круто отыгрывают. Прям на загляденье. Может... Я не знаю. Я всегда питал особую симпатию в команде Альянс. Так, чтобы я флеймил или болел бы за соперников команды Альянс. Если это не СНГ коллектив. Такого, конечно же, не было. Но здесь Нипы просто... Ну, очень симпатично выглядят. Очень. Нестандартные мувы. Интересные решения. Радианс, который появляется на Алхимике на 14-й минуте. При том, что он тут батлой проспонсировал Мид Лейн. Еще там посаппортил. Поубивал. Два убийста, два асиста. Алхимик, который ватный на ранних этапах. Ватный. Этот Алхимик может превратиться в настоящую машину. Жду Аганим для Хэнскина. Вот. Ничего больше не жду. Эру подхилили. На Эре еще и Бладласт висит. Будут выходить на центральную линию. Лимб батит на себя. Лимб стоит, бьет в соло тавер. Никто на лимба не подходит. Эра уже рядом. И в спину игроки команды Альянс будут заходить. Майнац. Куда ж тут врываться вообще? Нет смысла. Адмирал Бульдог с одним ПТ на интеллект. Что ты хочешь? Что ты хочешь получить в итоге? Ну и дальше команда не пушит. Эра еще не из Алхимико Рейдж. У него есть Радиан. Скрипы сыпятся в мгновение ока. Мека не проюзана. Хэнскин. Через 10 секунд будет ульта. На нижний лайн отправляется Иенус Амфан. Отталкивает лоду просто когами. Куда прыгнул Антимаг? Антимаг прыгнул в кусты. Его не видят. У него 108 хп. И аж через 7 секунд у Клокверка будет ракета. Антимаг упрыгивает дальше. И ТП-аут по-быстрому делает лода. Классный Иенус Амфан с ним обошелся. Не смогли конечно убить. Не хватило просто дамаги. Берс дэмэджа не было как такового. Но потрепали лоду знатно. Нипы выигрывают 500 по золоту и 500 по экспириенсу. Альянсы держатся молодцом. Антимаг фармит. Хедресс есть. Есть также рингов базилус. Рецепт на блатстоун появляется у СФО. Что простить? Долговато еще до блатстоуна. Хотя это все разбирается. Лишак идет по стандарту. Лишак разберет аркан бутсы. Купит себе виталити бустер. Купил себе виталити бустер. Все. Бладстоун готов. Бладстоун готов. У него уже был соло ринг. Я не заметил. И рецепт на блатстоун тоже был. Обычный тапок и блатстоун. Лишак. Ну не жирно ли в соло идти во вражеский лес? Кемиклорейч у Зая Тера. Ну не сожжет его СФО. Хотя вот теперь можно. Будет ли стан от алхимика. Алхимик приземлился и умер. Тут конечно хорошо все произошло. И этот валу спанч решил все вопросы. Алхимик просто не успел колбой отброситься. 5-7 становится счет. Команда Альянс. Хорошенько тут по голде должна поднять. 660 по золоту и 1100 по экспириенсу. Действительно оно того стоило. Ну и First Night Force на карте. First Night Force. Почти 10к у алхимика за 17 минут. Что тут по ГПМу? 616 ГПМ на 17 минуте при смерти недавней. Это круто. На 150 ГПМ опережает антимага. Это очень много на самом деле. Очень много на 17 минуте. Это невероятно много. На то он в принципе и алхимик. Под эту денежку все и рассчитывалось. Да, проблемы есть конечно. Появились у алхимика проблемы после того, как ему бустанули. ХП регент. Ну убрали тут дополнительное ХП, которое вылетало при провязании Chemical Ray. Ну это все решаемо. Это все решаемо. Нет такого вопроса, который в доте не решил бы алхимик через денежки. Это все решаемо теми же Тарасками. А вот кстати Виталити Бустер появляется у алхимика, чтобы просто переживать. Ну и приносит себе медальон в кураж еще. Не идет в такой сугубо личный артефакты по типу Кирасы, Башера. Нет, ничего такого. Медальон для всей команды батлы летают алхимиковые. Антимаг в это время покупает себе Владмир. А это Черрицеп Бернинг, по-моему, если не ошибаюсь, да? Нет, маска не Бернинга, по-моему. Бернинга другой сет. Лода выходит на Т2 по топ-лейну, а в это время Т2 по центральной линии. По ботуму, точнее Лода выходит на Т2. В это время Т2 на центральной линии у команды Альянс. Будет падать и это факт. Лода бежит дальше. Ну, это перебор на самом деле. Команда не побыстрее спушит линию, чем это сделает Лода. Ну и все, перемещается уже Лода подальше от центральной, от топ-линии. Эра вместе с командой врываются на С4. С4 с Бладстоуном. Девять зарядов в Бладстоуне. С4, если догорает. Бладстоун здесь должен рассыпаться. Денается в итоге у нас С4. Разменяли С4 на Клокверка. Без плюса по деньгам для себя, но при этом скосили треть заряда в Бладстоуне. Ловят Хендскина. Отплевывается он в Майнаца. Майнац лоу хпшный. На нем висит урно в Шадоуз. Адмирала Бульдога тоже ловят. Команда НИП очень классно дерется. Где в это время Лода? Лода в это время пилит Тавер. Получается хорошо. И Лода в итоге Тавер должен забрать. Соло Хендскин нифига здесь не сделает. Плагварды это не делал. Лода забирает Тавер. Лода отсюда уходит. У него готов Яша уже. Судя по денежкам. Ну и Лода будет просто пешком валить отсюда. Очень удачно. Идет на перерез Лимб. Но Лимб Соло может и подвстрять в итоге от Лоды. Лода никуда не уходит. Лода забирает чужой фарм. Вот насколько это возможно. Как поживает Алхимик в это время. 860 по голде у Эры на руках. Радианс есть. Но фармить он не фармит. Отправляется на центральную линию Эра. На Рошана в это время выходит Лимб. Взял дабл демедж под Бладластом. Собираются Роху забирать. У Лимба третьего левела пассивка. Сюда еще и Эра направляется. Сейчас медальон повесят. И Роха будет падать побыстрее. Минус 4 дефа. Да, Рошан развалится очень быстро. Кто заберет, по идее Эра должен забирать. Вдруг не успеет нормально с ультой там разобраться. Получил я не заметил. Получил ли Эра плюс 21 голды за Роху. По идее должен. Почему бы нет. Альянсы в итоге в плюсе по золоту и по экспириенсу. И там есть антимаг. Антимаг вроде как по дефолту убивает Алхимика. Антимаг практически каждого. Перефармленный или одинаково фармленный. Практически каждого в лейте убивает. Редко кто с ним может сразиться. Ну так, ситуативная ситуация. Ну так, чтобы в лоб стоять, лупиться. Я думаю, что с антимагом вряд ли кто-то поспорит. Выходит Эра на СФО. СФО ловит у нас еще и хукшот от Йонаса Фана. У Йонаса Фана вообще печаль теперь с Бладстоуном. Четыре заряда всего лишь. Ну и Лода отсюда валит. Лода уходит на центральную линию. У него после Яши 1300 на руках. Будет собирать себе, конечно же, манта стайл. У Эры появляется Солар Крест. Готовый Солар Крест. Эра дальше фармит. Эре не надо ничего выдумывать. После появления Радиан Сейра просто подходит к крипам. Крипы просто умирают. Ему главное бы крипов этих побольше пачками собрать, чтобы не переживать, где вообще находить деньги для фарма. Линия пушится. Нижний лайн пушится от команды Alliance. Сейчас придут сюда крипы. Хэнскин вместе с Силкидом во вражеский лес. Под Бладластом находится Веник. Втроем. Лимб уже здесь. Эра пошел фармить нижний лайн. Но его здесь кто-то поджидает. Это Адмирал Бульдог, но это как бы поджидает. Моська поджидает Солана сейчас. Как напугает до смерти. А такое, кстати, может быть. Ну и втроем игроки команды НИП. На хайграунде. Ждут где же, где же, где же. Никого здесь нет. Встретиться ни с кем не получается. Сейчас по центральной линии они втроем пройдут. Вижен имеется. Хэнскин. Ставит Плагвард. Поймать здесь антимага. Антимаг просто-напросто уходит. Эра продолжает фарм. Эра перемещается на топлей. Здесь тоже крипы подходят. 200 на руках у Алхимика. Наверное, это будет Тараска. Я так думаю. Майнац. Поэри не попадает. Так, Эра уже... Проюзал бочку. Ловит Майнац. А Майнац, по-моему, приехал. Майнац рассыпается. Аки пытается отсюда уйти. И Аки отсюда уходит. Куда делся антимаг? Антимаг пока в кустах стоит. Что-то пингуют, кстати, игроки команды Ниндзи в пижамах. Пингуют, пингуют. Еще как пингуют. Видят Лоду. Лода пачку хрипов заберет и попытается уйти. И Алхимик. Даггер. Даггер есть у Алхимика. Прыгает на Лоду. Стан в Лоду. Лода под эсет спреем. Алхимика маленькая. Скорость атаки. Но Лода может и умереть. Лода лоу хпшный. ТП аут старается сделать Лода. Но ее на сам фан просто не попадает хокшотом. Лода улетает на лоу хп. Очень крутой мув был от Алхимика на самом деле. Такое ощущение, что он просто под этот файт пошел и купил даггер. Зная, что там где-то есть антимаг. Пойду-ка я его поищу. О, вот он ты. Ну и как же сильно сыпется антимаг. Вы представляете, что такое с нормальными артефактами на дэмэдж? Какими-то дополнительными башерами от Алхимика или Абисл Блейдом поймать эту 5-секундную колбу. Под эсет спреем лоды просто не осталось за эти 3 секунды. При том, что Алхимик без ульты был. Он бил очень медленно. Скорость атаки 1,12 секунду. То есть, точнее, 1,12 секунд на атаку. В секунду он бьет 0,91 удара. Ну, примерно. Может 0,89. Не повышли в плюс по золоту 1000, по экспириенсу Альянса впереди. Крутой матч, на самом деле очень интересный. 4 заряда в Бладстоуне у С4. Появляется Юл. Тапок как был обычным, так и остался. Не стало ничего с ним делать. Лода готов врываться на Юнусом Фана. У Клокверка есть Блейдмейл, поэтому Лода очень сильно обжечься. Может, об Юнусом Фана. Давайте вообще по артефактам пробежимся 25 минут. Глиммеркейп есть у Веника. Урнов Шадоуз. Пауэр Трэдс. Мэджик Вонт. Сэф. Имеется Яша. Есть Огр Клаб. В Курьере ничего не лежит. Лимб. Сашу Яшу через 800 голды себе получит. Огр Макс. Аркан Бутсами. Больше усилки да ничего. Алхимик. 2700 на руках. Виталити Бустер имеется. Эра скорее всего-то дотарит. Тараску. Ну, должен. Должен. Алхимик имеет проблемы с количеством хеллс-поинтов. И Тараска этот вопрос в основном решается. Лода прыгает на Эру. И в офигительнейший врыв от Юнусом Фана. Эра в итоге включает Chemical Rage. И Майнат здесь и остается. Спасает задницу Алхимика в данном случае Юнусом Фан. Невероятно крутой мув. Вот прям спасатель спешит на помощь. Что там Эра приобретает себе? Эра, Эра, Эра. Покупает себе Boots of Travel. Покупает себе Boots of Travel как быть с ПТ. У Эры прям, не знаю, трать не хочу. Есть деньги трать. На что попало? Был ПТ, купил себе Boots of Travel. Хорошо, классно. Понятно, что не надо теперь тратиться и бегать в магазины за... И целый слот тратить на наличие Светка Портала в данном случае. Но сам факт, что Алхимик по-прежнему ничего себе серьезного не приобрел. Типа Тараски, Кирасы, Башара, Абисол Блейда. Даже Сашу Яшу не приобрел. Будет ли МКБ, интересно, вот антимага. Ну, в данном случае есть. Кстати, у антимага уже Манта Стайл. 730 голды сверху у лоды. Ну, давайте пробежимся по команде Альянс. У Адмирала Бульдога. У Греклаб Пойнт Бустер. 1100 на руках. 800 голды остается до Аганима Туск. С Форс Стафом. Аркан Бутсами Урнов Шадоуз. У антимага 1000 голды. Баттл Фьюри, Манта Стайл, Владмир ПТ. У Дазла от Аки есть Форс Стаф медальон. Он в Кураж лишь рак. 4 зарядов Бладстоуни. Бутс оф Тревел. Еул Боттл. Укомплектованный неплохо. Но у нас 27-ая минута. Еще бы им плохо быть укомплектованным. Нипы 2000 по голде. 1000 по экспириенсу в пользу команды Альянс. Лода подпушивает нижнюю линию. Стягивает сюда силы команды Ниндзи в пижамах. Эра никуда не уходит. У Эры есть Бутс оф Тревел. Они спушили Т2 внизу. Вверху. Ну это вверху получается, да. И перемещаются на нижний лайн. Роха будет через минуту. Об этом они конечно знать не знают. Рошан по идее рано появится. Но здесь есть чем заняться. Алхимик, не подходи вообще. Эра просто уходит в кусты. Взорвался немножко Эра. Постоял, пошел дальше. Лода улетает в это время на собственный фонтан. Пошел хилиться Лода. Все поймал от Веномансера, что можно было. И ульта здесь, и Веномгель. И понятно, что даже антимаг получает очень плотно от этих спеллов. Жду алхимик. Алхимик покупает себе Хипперстоун. Ну, Кераса должна появляться. Скорее всего. Ну и по-прежнему один Виталити Густер. В этембилде Эры. До Тараски он не прогрейдился. Эру пока это не интересует. 1400 хп. Этого действительно мало. Он еще и ПТ на силу выложил. Хороший хп реген. Но очень маленькое количество холстпоинтов. В принципе. Зато отличный фарм потенциал. Бей не хочу. Йонасом Фан на хосте. На линию видит С4. У него есть Блэйд Мэйл. И С4 старается улететь. Хукшот от Йонасом Фана. Опять мимо. Опять на миллисекунду опазывает Йонасом Фана. И в итоге остается ни с чем вообще. Еще и хукшот потрачен. Аганима здесь нет. Поэтому кулдаун в ближайшие 45 секунд. Виномансер сам пошел собирать себе Аганим. Забил он вообще на Эру. Эра говорит. Бомж. Не надо мне никаких подачек от тебя. Оставь себе бомжара. Пойнт Бостер есть. Есть уже. Ставфа Физдадри. Остается 1900 по голде насобирать Виномансер. Шадоу Финт. В это время. Блэйк Кинг Барр. 9 секундный. Саша Яша. Мека Пауэр Трэдс. И Адмирал Бульдог не стесняется. 0-4 идет чувак. Ну и плевать ему абсолютно. Бегает на вражеской территории. На споте Эншентов. Не проблема. У Найт Сталкера есть Аганим. Также есть Гемов Труссайд. И Адмирал Бульдог идет со счетом 0-4. Это печально, но не критично на самом деле. Нужный артефакт вывез. Дополнительный вижн Тиме. Пожалуйста. Бегает быстро. Бьет сильно. Воит есть. Сайленс есть. Какая разница, что там по счету на данный момент у Найт Сталкера. Ну и топ-5 Тентфорс на карте. Иллюзия Лешака быстренько. Сгорает. В это время по топ-лейну идет С4. Глифф и Фортификейшн есть у команды Нип. Они забирают в это время Рошана. Алхимик подбирает Аегу. Пошел с иллюзиями антимага драться Алхимик. У Алхимика 1300 на руках. Копейки остаются Алхимику до покупки... До покупки Кирасы. Все. Алхимик, по идее, деньги имеет на Кирасу. Кираса есть. Кираса собрана. Кираса у Алхимика. Ну и до сих пор Виталити Бустер в курьере. Может, сейчас уже настанет время. Ну, к моменту пропажи Аегиса. Какие-то деньги себе Эра подсобирает. Можно будет и о Тараске подумать. Йонасом Фанна ловят. Он ловит еще и Сайвенса от Адмирала Бульдога. В Блэйд Мэйли Йонасом Фан. Глимеркейп уходит. Сфо, по идее, может Йонасом Фанна и дожечь. Нет, Йонасом Фан отходит отсюда. Лимп юзает Мекку. Йонасом Фан на развороте. Друг, развернись, дерись. Эра ловит Аке. Один удар, два удара Аке развалился. Минус два от команды Ниндзи в пижамах. Вот это атака. Но Лода уже на хайграунде. Лода супер хитрозатый. Лода быстренько на хайграунд. Глиф юзает команда Ниндзи в пижамах. Что здесь ТП? ТП у Алхимика 20 секунд еще не отрывается. Йонасом Фан на Алхимика. Ой, на Алхимика, на Лоду, конечно же, на антимага. Лода пилит в это время вараки. Ему плевать на Йонасом Фана. Два ТП сразу же сюда. Лода отсюда убегает. Майнаца должны оставлять здесь. Йонасом Фан лох-эпешный. Майнац быстренько в кусты. Ну и Майнац умирает. Шадоу Финт забирает в это время Туск, а Туск в это время забирает Клокверка. Все, разменялись. Три в один в общей сложности, но потерян один из бараков. Это рейнджевой барак. Потерян команда Альянс. Поправляет положение вещей. И антимаг продолжает фармить. У антимага 18 тысяч, у Алхимика 21. Не так все плохо у команды Альянс. Даже я бы сказал, отлично все у команды Альянс. Ну и Лода покупает себе Талисман of Evasion. Вынуждает Алхимика тратить целый слот на Манки Кинг Бар, который по сути нахрен Алхимику не нужен. Но кто если не Алхимик? Собирать придется Алхимику. Это факт. В инвизе антимаг. Гем у веника. Поэтому антимаг быстренько отсюда свалил. Все, инвиза больше нет. Лода отправляется дальше на поиски приключений. У лоды 3400 на руках. Копейки остаются для антимага до баттерфляя. Но это нормальная абсолютно схема. Вынудить в итоге Алхимика приобретать не самую нужную вещь ему. Алхимик покупает Аганим. Не целиком, конечно. Но по большей части. Для кого, прошу узнать? Не для себя же, Эротарь. Все в дом, все в дом. Кому здесь Аганим очень необходим? Здесь Аганим имеется уже у Веномансера. Ему Аганим не нужен. Свой Аганим у Хэнскина имеется. Себе лода Аганим оставлять вряд ли будет. Там странновато. Абсолютно показатель. Плюс 20. Ко всем... Ко всем показателям. Ну это прям прекрасно-препрекрасно. Но зато слот один не будет занимать. Может быть, кстати, Эра и скушает. Аганим будет с ним ходить. Что? Продал? Нет, не продал. Я уже испугался. Посмотрим на действия Эры. Я вообще не часто наблюдал алхимиков, которые нормально бы фармили и с Аганимами... Распоряжались Аганимами, как хотели. Врывается на Майнац, Эра. Ловит колбу Майнац. Один удар, два удара, три удара. Хватит. Эра быстренько справляется со своим товарищем. Аганим летит к Эре. Силкид здесь. Смотрим на Алхимика. 59 плюс 10. Показатель сил. 59 плюс 10. Показатель интеллекта. Такой же умный, как и сильный Алхимик. Куда полетел Курьер? Курьер полетел в кусты. Все равно сюда сейчас Эра будет лететь. Значит, и Курьер его там подождет. Эра ждет. Эра ждет. Аганим в Курьере. Просто меценат какой-то, а не Алхимик. А Эга тоже есть у Эры. Ну, вдвоем же вы не будете здесь драться. Перебор был бы. Курьер летит к Эре. Жду, жду. Смотрю. 59 плюс 10. Эра забрал Аганим. Солар Крест валяется. Эра кому дал Аганим? Дал Аганим Йонасом Фэну. Ой, какой благородный поступок от Эры. У него две столы на руках. У него есть Виталити Бустер. Ну и Йонасом Фан теперь с Аганимом. Наконец-то у него тут мичтожный КД. На хукшоте. Йонасом Фан. Ну, как первая реализация чужого Аганима. Давай, просри все к хренам собачьим. Пусть Лода дальше пыхтет. Йонасом Фан на хосте бежать отсюда. По-быстренькому. На Бладласте, точнее. Бежать, 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 бежать. А почему бежать? Потому что здесь Лода уже со своими иллюзиями начинает пилить тавер. Неужели засплит пуш от команды Альянс? Может ведь. Может. Очень классный пуш-потенциал у Лешрака. Безусловно, потрясающий пуш-потенциал у Антимага. У Лоды есть Баттерфляй. У него есть Баттл Фьюри. ПТ, Владмир. Все есть. Для фарма всего предостаточно. Дабл дэмэдж получает еще Антимаг. Тут можно и драку, кстати, организовать нормально. Не по Ф-плюсе, по голде на шестерку, по экспириенсу на тройку. Но Антимаг на 50-й минуте просто пугает меня вообще величием своим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Врыв пошел от Лоды. Как же больно Эре. Как больно под ДД. Эре. Эра. Половину хп срезали ему. Эра. Быстрее дагераут и быстрее валить отсюда. Просто немножко подпилил здесь Лоды. У Лоды, кстати, не было Абисал Блейда или не было Башера. Мог бы и Алхимик отъехать. Только-только первый бы Баш прокнул по Алхимику. А если бы он еще и ульту не успел включить, Антимаг бы его сожрал в секунду. Йонасом Фан за С4. С4 выталкивает Аки. Ну и Алхимик внизу. Кемикл Рейдж еще 15 секунд. Антимаг в это время начинает пилить хайграунд вместе с Адмиралом Бульдогом. Ну и сюда два ТП стягивают игроков команды НИП на топ-линию. Заставляют заниматься явной хренотенью игроки команды Альянс своих оппонентов. Приходится бегать всем по всем лайнам. Хэнскин выключается, выключается сил кит. Приходится тратить ТП не до фарм получается у Алхимика. Потому что тоже дерганый. Только отходишь. Там уже какой-нибудь Антимаг. Или хотя бы его иллюзии тоже наказывают в это время товара. Ну и сейчас ждем появления Тараски у Алхимика наконец-то. Или продай ты к чертовой матери этот Виталити Бустер уже. Ну должен Эра вот эту пачку крипов Эншентов забрать. А он сюда и отправляется, да? Да, Эра отправляется, делает себе дабл стак Эншентов. И сейчас Курьер с рецептом на Тараску уже должен полететь. Тараска литет Эри. 3000 стоит Ривер, денег достаточно. Ну и 2500 ХП. Реген чокнутый будет. Антимаг у Алхимик видимого Сларка в ульте будет превращаться. ХП Регена правда будет колоссальных масштабов. Ну и Солар Крестом уже Алхимику надо как-то разобраться и выбросить его. Возможно все-таки в Манки Кинг Бар пойти. Или подумать о покупке Абисал Блейда. Все-таки у Алхимика деньги есть. Сколько денег не на себя Алхимик потратил за эту игру? Давайте посчитаем. 4200 гоним для Клокверка. Помимо этого, Батлам на ранних левелах. Это 4900. 5000. 5000 ХП потратил не для себя, а для команды. Я уже молчу о Солар Крестах, которые всем нужны, не только ему. Тревела, которые тоже для территории команды НИП нужны. О, неудачный хукшот в итоге от Йонаса Фэна. СФО бежит, старается бежать. Лимб за ним. У Лимба нормальная скорость под Бладластом. Йонаса Фэн, есть хукшот. Он не достает до СФО. Как ни крути, хотя нет, достает, тут же полкарты. У СМФ на хукшот такой, что можно от фонтана до фонтана долетать. Но не стал рисковать, это было уже под хайграундом. Пока добежал бы вся команда Альянс уже была бы там. Уэры еще 1500 на руках. Обратите внимание, даже более 1600. Ну и ГПМ 792. Охренеть просто. Ну и посмотрите на Нетворс. 25 тысяч Нетворс Эры и 23 Нетворс Лоды. Но по ГПМу вы понимаете. 800 здесь и 600 здесь. За 40 минут это... Это, это, это... 200 ГПМ в секунду за 40 минут. В минуту точнее. Это 6000. Это 8000. Это 8000. Перефарма Алхимика. Просто что тратит не на себя. И эти траты на команду растягиваются. Но Алхимик фармит, конечно, намного лучше. По ГПМу это понятно. Роха падает. А Лода в это время Юнусом Фана напиливает на собственном хайграунде. Лода старается сделать тп-аут. У него не получается. Лода лоу хпшный. Лода должен догореть здесь. В итоге Веномансер забирает Лоду. Опасно, конечно, действовал антимаг. 3800 у него на руках. Байбэк, если что, имеется. Здесь замес еще и на центральной линии. Адмирал Бульдог под Игнайтом стоит. Где Алхимик? Алхимик прыгает за Адмиралом Бульдогом. До Колбы не хватило рейнджа для Колбы Эри. Эри в итоге остался постоять немножко. 41 минута. Счет 7-18. Это не счет, это позорище. Но при этом не скучный матч совершенно. Потому что такие вот карнавальные герои взяты с одной и с другой стороны. Меня не очень интересует Лешак. Мне больше нравится, как выглядит НИП. И как реализуется Алхимик на Эре. Но чем дальше, тем, конечно, печальнее ситуация. АМ покупает себе Джевелин. Скоро у него будет башер. Когда у него будет башер, у Алхимику тоже неплохо бы иметь башер. Деньги на него уже имеются. Может, стоит все-таки Солар Крест продать, докупить себе Абисал Блейд. Сколько стоит Солар Крест? Целый. 3000. Это 1500 капнет сверху Алхимику. Будет 5200. Ну, еще там 1500 насобирать, и Абисал Блейд будет готов. Будут антимага разводить на байбэк, как я понимаю. За это время можно снести Тавр. Клип есть. Антимаг не байбэчится. 10 секунд еще. Пока все через Коги. Лешака убили. Shadowfin забирает Лешака. Тавр падает по центральной линии. Антимаг не байбэк. Через секунду будет здесь. В это время Адмирал Бульдог сыпется. Алхимик нормально все делает. Алхимик даже не юзает Chemical Rage. Все, Алхимик провязал Chemical Rage. В него вкатываются. Эрик, кстати, сейчас немножко пофиг будет. Рассыпается Даззл в это время. Где находится антимаг? Лода, ты где? А он, наверное, улетел уже. Нет, Лода просто прыгает в спину. Пытался вырезать ее на Самфана. Ну и в это время падает центральная линия. Алхимик пошел бороться. Алхимик перемещается на топ-лейн. Команда НИП. Такой потенциал конченый имеет, что они просто сейчас разорвут команду Альянс. Эра валит в бараки. Все у Эры нормально. Ульта, правда, у Эры закончилась. Будут ждать еще 17 секунд. Лимб на хайграунде. У Лимба есть Аэга, поэтому стараются развести тут на экшен команду Альянс. Врывается Лимб. Ульта пошла от него. Адмиралу Бульдогу досталась. СФ досталась. Антимаг. Ульта пошла в СФ. СФ умирает. Это просто потерянная Аэга. У Антимага нет мановойда теперь. Лимб наваливает по баракам. У Лимба все хорошо. 36 Некромастри. Алхимик. Где, 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 где ты? Где ты? Алхимик здесь. Алхимик в Кемикал Рейдже. Он может просто все в себя втанковывать. Абсолютно все. Лимб. Бейон Гадлайк. Минус две стороны. На третью сторону должны двигаться игроки команды Нив. Они никого не потеряли. Они за Эгу разменяли кучу байбеков. Кучу просто. Все байбек. Лода без денег уже. Врывается ее на СФ. Лоду отталкивает. Лода ловит у нас колбу. Лода под Грейвом. Его выталкивают дальше. Эра через 15 секунд. Есть Кемикал Рейдж. Хепериген. Наблюдаем. Сколько их хепериген? 120 в секунду. Хепериген. И 6100 у Эры. Это уже готовый Абисал Блейд. По большому счету Майнаца верят. Но далековато Веник с Гемом. Нет у Веника Гема. Нет. Выпал Гем. Эра фармит. Эра не страшно. 6200 у него на руках. Забрали две линии. И команда НИП отходит. Лимб ушел под фармить. И Алхимик. 6200 у Эры на руках. Продаешь Солар Крест. Покупаешь Абисал Блейд. И все в принципе у тебя хорошо. Ловишь одного и убиваешь. Продал Солар Крест в итоге Алхимик. Покупает себе Квартер Став. А ну-ка, а ну-ка. Но не может быть. Неужели? Неужели в самом деле? Там-то МКБ точно некому покупать. Да, покупает себе Баттерфляй в итоге Алхимик. Покупает себе Баттерфляй. Деньги на байбэк у него остаются. Даже избыток у Клокверка появляется Хекс. Ну, друзья, это, честно говоря, финальный финал, мне кажется. Потому что команда НИП такими шмоточками обзавелась. Которые вот даже представить сложно. Где вы вообще видели Клокверка с Хексами? А здесь он есть, потому что может себе позволить ее на сам факт. Ему не пришлось тариться и собирать деньги на Аганим за него. Все сделал Эра. Ему не пришлось там лишние 15 минут вот тарить артефакт, который и так у него появится. Отсюда, пожалуйста, и нормальные врывы. Тайминговый достаточно Аганим. Все хорошо. Сайт оф Вайс появляется у Юнусом Фэна как бонус ко всему. Ну и команда НИП дичайший перефарм. Имеет 26 тысяч, 15 тысяч экспириенса. Да, тут дело идет к глубочайшему лейтгейму. Здесь есть антимаг в составе команды Альянс. Но здесь есть Алхимик, у которого 825 гпм. И нетворс 30 тысяч. Лимб 26 с половиной. Эра заходит на хайграунд. Нет глипфортификейшн. НИОСом Фан прыгает у нас на СФО. СФО ЛУХПшный взлетает. Вью приземляется и умирает. СФО нет, пока еще горит. Разваливается Аки, где в это время антимаг. Антимаг прыгает в самый центр. Антимаг юзает манта стайл. Хэнскина спилил. Лода улетает отсюда. Упрыгивает. Ну и пошла колба от Эры. Эра в это время пилит Лоду. Лода отъезжает. Байбека у него нет. Это гуд гейм. Уэлл плей. Ниндзи в пижамах. Прямо-таки скажем, поздравляем. Ребят, ребята. Расшатали своих оппонентов дважды. Группа Б становится сильнее группа А по всем фронтам. Два коллектива из группы Б. Это команда, 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 команда. Кто же там был? Команда Манки Бизнес. Да, и коллектив ниндзи в пижамах, которые шли по группе Б, обыгрывают своих оппонентов из группы А. Теперь группа А в сетке лузеров. А группа Б в сетке венеров. Финал венеров и место за выход в гранд финал европейской квалификации. Все. Отличные матчи. Быстренько два по два сыграли, откатали и разбежались. Поздравляем команду ниндзи в пижамах. Ну что, друзья. Все тогда. Услышимся попозже. У нас сегодня вечерний эфир. Реалити-шоу. Подключайтесь в 7 часов вечера. Появляемся в эфире. Обсуждаем, что же мы сегодня смотрели. Как там наши ребята подготовились. Как у нас все будет. Всем до связи. Далеко не расходитесь. С вами был друг. Студия Грекам ТВ. Пока что меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся.